вылететь. Ему говорят, а вы что, что-то не сдали? Говорят, да я вообще ничего не сдал. Ну тогда точно вылетите. А сколько это будет стоить? Это для вас бесплатно. Говорят, так я к вам еду? Да, приезжайте. Сейчас попрощаемся с вами. Вот взаимное непонимание. Или другая ситуация. Один мой знакомый положил свою жену в больницу. Через некоторое время звонит врачу, чтобы понять, узнать, как там чувствует его жена. Ну, звонит в больницу, а попадает в автомастерскую. Трубку берет какой-то человек. Мой приятель говорит, ну как там моя? Автомастер говорит, да нормально, диагностику уже провели. Ну что, лечить будете? Говорит, а что лечить? Мы уже ей задок выправили. Сейчас публикуем передок, покрасим. Ездить на ней дальше. Как ездите? Ну так, говорит, как ездили, так и есть. Она еще лет пять протянет, потом новую заведете. Я говорю, а что вы говорите? Какой задок, какой передок? Вы что с моей женой сделали? Какая жена? Вы куда звоните-то? Я звоню в больницу. Вам психушку надо звонить, а не в обычную больницу. И бросит трубку. Ну, бывают ситуации, когда специально люди запутывают других людей. Ну, например, в интернете была такая история. Женщина говорит, познакомилась с парнем, понравились друг другу, решили жить вместе, сняли квартиру, платили по 500 долларов в месяц. А через год я узнаю, что эта квартира его. То есть за то, что я с ним жила, я еще и расплачивалась. А вот непонимание, так непонимание. Значит, одна женщина решила отучить своего зятя от пьянства. Она пошла к знахарке. Нахарка сказала ей, значит, смотри, когда он будет есть и пить, ты подмешай ему в вино пять капель собачьей крови. Та послушалась, пришла домой. Пришел этот зять с работы. Она стала готовить еду на кухне. И пока накапала пять капель в это вино. Сынок увидел, сказал папе. Папа сказал, молчи. Сел, стал есть, пить. Теща сидит напротив. Он все съел, выпил это вино, уставился на тещу и стал рычать. Теща вскочила, он упал на четвереньки, стал бегать за ней, загнал ее в угол, укусил за бок. Теща упала и отдала концы. Ему дали четыре года, и он четыре года не пил. Очень много сейчас всяких случаев, связанных с телефоном. Наши жены теперь, имея эти мобильные телефоны, имеют теперь такую привычку звонить по пять раз в день свою мужу с одним и тем же вопросом. Ты где? Вот одна дозвонилась, говорит, ты где? Он говорит, на охоте. Говорит, а кто там так громко дышит? Медведица. С телефонами связано еще много разных ситуаций, подходящих под это название Квипрокво. Например, ходят люди с наушниками в ушах и разговаривают громко, такое ощущение, что говорят сами с собой. Вот такая ситуация у меня была. Я как-то ехал в автобусе, напротив стоит какой-то парень и говорит мне, ну ты как? Я говорю, да нормально. Как себя чувствуешь-то? Я говорю, да хорошо чувствую себя. А что не звонишь? Я говорю, да сам даже не знаю. Вдруг он говорит, слушай, тут какой-то придурок меня передразнивает, сейчас я ему навешиваю и перезвоню тебе. Тут я понял, что придурок это я и выскочил из автобуса. Еще одна ситуация. Я пришел к врачу, перепутал кабинеты, вместо окулиста зашел к хирургу и, значит, говорит, что-то у меня глаза болят. Он говорит, это все от ног. Я говорю, как это так? Вот так. Вы ногами по земле ходите? Хожу. Вот земля на ноги давит, вот глаза и болят. Я говорю, где ноги, а где глаза? Какая связь? Я говорю, связь самая прямая. Вот вы ударьте молотком по ноге, у вас сразу глаза на лоб полезут. Вот и все. Спасибо за внимание. Когда-то замечательный писатель Григорий Горин сказал, что юмор – это продукт, скоро портящийся. Наверное, это так и есть, но бывают исключения. Знаете, есть такая история, которую повторяли разные конферансье, юмористы рассказывали, что вот в Сокольниках поляну огородили. Объявление повесили, что в ближайшее воскресенье здесь состоится выставка редких ослов. Ну, в воскресенье набралась целая толпа, ходят по поляне, смотрят друг на друга и говорят, а где же ослы? Вот такая вот измысловатая шутка, которая хорошо проходила на публике. А недавно я узнал, что этой шутке больше 150 лет. И когда-то такое объявление было напечатано в лондонской газете «Evening Star», но и сегодня есть такие фразы, такие репризы, которые живут многие годы. Ну, например, я вам скажу одну сейчас фразу, и вы поймёте, кто выйдет сейчас на сцену, потому что эту фразу знает вся страна. И начинает улыбаться, как только слышит эту фразу. Итак, фраза эта «Ну, возьмите меня!» Теперь вы понимаете, что сейчас перед вами будет выступать Елена Воробей. Следующий, пожалуйста. Проходите. Садитесь. Спасибо. На что жалуетесь? На мужчин. А беспокоит-то что? Я говорю, мужчины. Липнут, липнут, беспокоят, клеятся, клеятся и не занятся. Все странные, все. Одна я, нормальная. Простите, а вы по записи? Нет, я по памяти. Значит, первый был нормальный. Вы знаете, это была любовь с первого взгляда. Жаль, что с первого и с последнего. Вы знаете, он меня боготворил. А с чего вы взяли? А он мне скрывал. Он, как только меня увидел, сразу закричал, «Господи, Матерь Божья!» И за сердце схватился. Если бы не этот дурацкий инфаркт, дело кончилось бы свадьбой. Простите, а какое это отношение имеет к медицине? Я говорю, все мужчины странные, все. Одна я, нормальная. Но почему они все ко мне липнут? Странно, что вы один до сих пор этого не заметили. Я лишь надо мной заметила. Еще с первого курса. А где вы учились? Нигде. Вы же сказали, с первого курса. Сказала. Потому что я прошла три курса уколов в голову. И все, на первом курсе обратила внимание, как этот на меня в белом халате смотрит. Странно, странно смотрит. А потом заорал, «Женщина! Вернитесь в кровать!» «Слежьте с люстры! Вам езжать надо!» Я ему прямо с люстры крикнула. «Сейчас!» «Разбязалась!» «Ты меня вначале в зад затащи, а потом в кровать!» Знаете, вас вот так послушаешь, так вас прям окружают все странные. И давно это с вами? Вы знаете, давно. И самое страшное, что нет просвету, понимаете? Вот казалось бы, на пляж, тихое место, пришла, легла, отдыхаю, без провокации. Думаю, мало ли маньяк. Я прикрылась по полной программе. Как чувствовала? Лежу, загораю, никого не трогаю, чувствую пялиться, пялиться, смотрит, открываю глаза, стоит красавчик, говорю, «Любусина, как вам не стыдно? Ничего, что вы мне солнце загораживаете?» Он говорит, «Женщина, ничего, что вы мне снег разребать мешаете?» Я говорю, все странные, все странные. Я одна, я нормальная. Извините. Извиняю. А вы вообще трезвая? Конечно. Я с тех пор не пью. С каких пор? Ну, когда ко мне в квартиру маньяк ворвался. То есть как? Я его из Жека вызвала. Тут маленько совпало. Он пришел у меня в кухне как раз, как назло, свечи горели, бутылка шампанского стояла, два бокала. Я думаю, сейчас начнется, ага. Подготовилась, жду, 10 минут, 20, ничего. Думаю, ага. Зубы заговаривает, вид делает, что по-другому делаю. Я говорю, «Мужина, что вы там под раковину забились?» Говорю, «Выйдите, отдохните, шампусика пропустите». Пригласила на свою голову. 10 минут, жду 20. Нервы ж не железные, сама бухнула. Бокальчик второй, третий. Маленько захмелела. Он воспользовался моим беспомощным состоянием. И? 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 Сбежал. Я думаю, врешь, не уйдешь. Я за ним в парк ломанулась, там народу тьма. Рассосался в толпе. Только я выдохнула, только выдохнула. Смотрю, еще один красавчик сидит. Главное, мужик уже старик. И то, что даже глазами пучил, побледнел, когда у меня застрясся весь. Я думаю, ну все, маньячела, все. Таблетки с рук повыпадали. Он смотрит на меня, трясется и валит. Не думал я, что ты за мной сегодня явишься. Ну я, говорит, готов. Все, говорит, дела земные, я закончил. Веди. А куда веди? Не сказал. А я сама тоже не знаю адреса ни одного ЗАГСа. Вы понимаете? Ну почему мне не все? Почему все страны, все страны? Одна я нормальная. Я даже не знаю, чем вам помочь. Доктор, помогите. Вернуть любимого. Женщина. Что? Ну вы не по адресу. Я стоматолог. Ура! Доктор, я специально к вам записалась. Помогите вернуть любимого. По следам. По каким следам? Его зубов. Он же мне покусал, когда от меня вырывался. Знаете, особые приметы. На верхних зубов многих пломб нет. А нижних четыре зуба отсутствует. Это я ему выбила, когда он от меня вырывался. Я вам сейчас покажу. Не надо мне это показывать. Вот и он говорил, не надо мне это показывать. Доктор, вы знаете, а что это мне глаза ваши знакомые? Доктор, покажите зубы, а? Так это ж ты, маньяк, проклятый. А то что на меня тянешься? Ты что мне глаза не раздеваешься? Сергей. По ГОСТ тесто разрыли, оттуда скелеты повылазили, под музыку маршируют. Правильно, кстати, назвали Дефиле. Так и охота крикнуть их. Дефиле! Одни маслы торчат. Пес сидел, облизывался, столько костей сразу. Тут моя Надюха говорит, я мечтаю быть такой же, как они. Я аж голубцом подавился. Я говорю, Надя, не вздумай. Я что, извращение, что при супружеской жизни с черенком от лопаты. Ну что это мода пошла? Нас смотрятся на этих заморочек голливудских, и давай худеть. Ну где это видно, чтобы живая баба 40 килограммов весила? У меня собака 60 весит. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция, страна мелкая, и бабы мелкие. У нас страна необъятная, и бабы такие же. У нашей бабы все есть. И уральские горы. Ну а сзади огромные Забайкалье. С нашей бабы мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. Ну мы только 20 лет женаты, еще руки не дошли. В журнале там глянцев. Зима в итальянском стиле. И девка стоит лыбиться, мини-юбка, декольте до пупа. Ты у нас в Сибири так погуляй. Тебе под эту мини-юбку снега наметет полные трусы. Замучайся, выгребай. А муж тебе на ночь еще солью посыпет, чтобы не поскользнуться при исполнении супружеского долга. Я посмотрю, как это полыбится. Ну шо мы на них смотрим? Наши бабы самые лучшие. Ну шо их не за мухры? Гручки-прутики, ножки-веточки. Майнатьки в пупок крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море. В ней купаться можно. Прыгнул и качайся на волнах. Главное, забуйки и держи, чтоб не снесло. Наша баба это русское поле, там пахать не перепахать. Бывает, как на паше сижу, плуг сгибается. Моей на огороде картошку выкопать даже лопаты не надо. У ней левая рука совковая, правая штыковая. А две вместе шагающие экскаваторы. Рекламу гляжут, это их заморыш. Воба в юбке вещает Дониссимо. Легкое облачко творожка, нежные сливки с кусочками фруктов, изысканное лакомство и всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба, красивая, как моя Надька, говорит, свиниссимо. Легкое облако сало, нежные кусочки рульки, плавающие в холодце с пельменями. Изысканное лакомство и всего 6000 калорий. Нам их модные закидоны не подходят. Решила моя Надюха сделать пирсинг пупка. Пирсингист не смог пробить. Там слой косоты 20 сантиметров, только дрель сломал. Моя даже брови не повела. А это мода пошла. Брюки носить так, чтобы животик был виден. Моя нарядила животик навес над брюками, как козырек над подъездом. В дождь пошел, там детский сад спрятался вместе с воспитателем. А стринги — это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто с их всех сторон. А стринги — это же проходной двор. И главное, нашим бабам не подходят эти стринги. Это все равно, что донести два арбуза одним шнурком. Я говорю, нам их мода не подходит. Записалась моя Надюха на танец живота. Тренерша показала, как крутить этим животом. Зря показала. Маяк, как запустил этот свой маятник смерти, люди по залу летали, как кегли. Мы, главное, уже домой приехали, живот, понимаете, еще ходил два часа оттуды-сюды. Стены соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. Пусть мы потом перепланировку в БТИ согласовывали. А это мода, собачек мелких с собой таскать. Видали, сидит такой, как бы сдох, подмышкой тявкать. Майк говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе эта собачка как блоха. Тебе покрупнее надо, носи нашего волкодава. А этих собак уже наряжают в одежку всякую собачачьи. Моя приперла волкодава в собачий магазин ничего не налезла. Она не растерялась, нарядила его в тещу инхалат. А я думал, не понял, что это собака. Думаю, что эта Лидия Эдуардовна под диван залезла и кость грызла. А еще моя Надюха нарыла в интернете. За границей сейчас новая мулька. В ресторане на стол ложится девушка, на ней еду раскладывают, как на столе. Моя говорит, хочу так же. Ну, я накрыл поляну, пупок борща налил, кастрюлю, колбасы нарезал, сало, картошку нажарил, сжал целую неделю. Вся бригада с работы приходила обедать. Съели только с одной ладошки. Остальное стол сам себя доел, слава тебе, господи. В общем, женщины, девоньки, бабоньки, вы наши самые лучшие, самые красивые. Мы вас любим такими, какие вы есть. Хочется сказать вам стихами, но в стихах я не очень, поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщины в русских селениях с великой душою святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле. Родные российские бабы, прекрасней вас нет на земле. Спасибо. Зато крановщик как на меня смотрел. Хочетесь и его расплющите. А теперь посмотрите, как вы похудели. Вон, даже видно, откуда у вас растут голова. Руки, ноги. Правда, тетя Анжела? Девочки, согласна, феншуя. А я феншую пять лет, в том числе три года в психбольнице. Еда на тарелке должна быть сориентирована строго по компасу. Рис на севере, капуста на юго-западе, мясо на востоке. Анжела, не морочь мне голову, мясо на тарелке должно быть везде. Девочки, а вот врач рассказывал, что хорошо при похудании помогает самовнушение. Вот, например, приходишь в зоопарк, смотришь на клетку с козой и внушаешь себе, я буду такая стройненькая, как эта козочка, такая стройненькая, как эта козочка. Да ерунда это все, зоопарк твой. Была я недом в зоопарке. Иду. Все такая, знаешь, красавица. Кожаное пальто, она мне новая. Иду мимо этого. Бассейн с бегемотами. Вдруг выбегает работник зоопарка и начинает орать. Опять зараза из бассейна вылезла. А ну иди к своим. Девочки, а вот смотрите, в газете пишут, смотрите, целитель из Тюмени лечит сосновой корой. Ой, да знаю я этого козла. Была у него в Тюмени. Берет 30 тысяч рублей за один сеанс, представляешь? Выводит на опушку леса и командует жрать кору от сих до сих. Я там сосны объела 6 гектаров. Местные испугались, думали саранча. Вызвали МЧС. МЧСовские пошли по лесу. Ха-ха-ха-ха. А там я. 300 килограммов красоты без купальника. Как они от меня рванули. Один кричит, живым не дамся. Начали отстреливаться. Анна Никитя сна. Сколько же вы пережили, пока похудели? Ой, не говори. А ты знаешь, в детстве я была очень худой. Очень. И потом в детском садике меня укусила толстая девочка. И что? Ничего. Вот до сих пор толстею. Ой, девки. Мне сегодня сон снился вещей. Слышь, будто я королевна. Ой, просыпаюсь у себя в замке. Ой, рядом с кроватью стоит ванна с холодцом, тазик с хореном и лопата шуфельная. И записка. Ваше высочество. Как все сожрете, сразу похудеете. Сердечка, я вам говорю, как специалист, пофишуй. Резко худеть нельзя. О, это правда, Анжела. Правда, я недавно так резко похудела, так у меня стало столько лишней шкуры, как у слона после дизентерии. И как вы с этим горитесь? А никак. Через неделю вся шкура натягивается по новой. Ой, девочки, а я, когда сюда поступила, я весила 17 килограммов вместе с кроватью. У меня есть прекрасный способ для похудания. Пишите. Стакан воды за три дня до и ты. Ты что, с ума, что ли, сошла? А, нет, вот смотрите. Есть такая ореховая диета. Смотрите. Залезла на дерево, кедровый орешек из шишки вынула, слезла, съела. Опять зарезла, орешек вынула, слезла, съела и так лазишь туда-сюда, пока не съешь 40 килограмм орехов. Ой, да ерунда это все. Сидела я на орехах, только растолстела. Пока на дерево заберешься, орешек найдешь. То белка попадет, то гнездо с яйцами, то медведь. Бедведь? Какой ужас! А че там ужас? Сидит, лапами прикрылся. Не ешь меня, девица, у меня детки малые. Ты что? Ничего. Мясо как мясо, удержаться же невозможно. Ой, дед, че я вам хочу сказать, а? Вес это не главное. Главное, чтоб было настроение. А будет настроение и похудеем, и потолстеем, и борщ сварим, и детей родим, и мужики будут носить нас на руках, пока нам это не надоест. А не надоест нам это никогда. двоих этих артистов, Вадима Тонкова и Бориса Владимирова. У каждого из них были персонажи бабульки. У одного была интеллигентная бабулька, у второго была такая простая бабулька, но потом этих бабулек объединил в передаче «Терем-теремок» Александр Ширвиндт, и получилась такая вот замечательная пара Вероника Маврикевна и Авдотья Никитична. Популярность у них была в советское время сумасшедшая. Ни один огонек не обходился без этих забавных бабулек. И надо сказать, что я с ними как-то даже был на гастролях целую неделю в одном городе, по два концерта в день и битком залы. Народ умирал с осмеху над их репризами, шутками, над миниатюрами. У них были сольные концерты, естественно. И знаете, существует такая пословие, что нельзя войти дважды в одну реку. Но вот этим сегодняшним артистам это удалось. Они играют своих бабулек, причем они не только изображают этих бабок, но еще к тому же и делают пародии, и поют. А одна из них, или скорее всего один, даже делал сальто на сцене. Так что вот такие вот они наши сегодняшние новые русские бабки. встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рыжая старушка снова опадала, снова я как дура стою одна. Вот куда пропала, только что стояла, пальцем кобыряла в носу она. И вот так постоянно эта клавдивана чё-нибудь забудет надеть и снять, то порвались колботы, то напали в горды, то кольцом-то с дерева надо снять, подрочно снять. Прямо сейчас вот снять. Ну чё опять? Все переверите, братцы, незачем пугаться, просто опоздала минут на пять. Просто за кулисы кто-то симпатичный у меня хотел телефончик взять. Я давала ему номер, он на штуке помер, я не откачала и сразу к вам. В общем, здравствуйте, люди, сейчас нормально будет, выпадем мы жить и минут на сто. А ритмы где? А ритмы нет. Да-да-да, с ритмой беда, но для песни веселой все ерунда. Мы приехали к вам из далёка, где стихот не пишет никто и никто. Да! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОЛОДИСМЕНТЫ Еле идут. Хромают. И все в белых тапочках прикидывают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А чё тебя ведёшь-то, как это, кстати? Как это, как та, да? Я бы забыла спросить, а это зачем это? Когда мужики-то балеруны на сцену вышли, ты армейский бинокль достала? Ты чё там разглядеть такой, феалай? Может, я хотела понять? Чего понять? Кто вожак станет? АПЛОДИСМЕНТЫ И кто же вожак? Ну, понятно, кто. Кто хуже всех танцевал? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кому больше всего мешали эти гаги? Тихо, тихо. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОАНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ не смотрела на сцену и думала, не на тот, не на тот пруд лебедей-то вы. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно. Я бы с этим лебедем пару гадких утят на строгал. Ну, кто б сомневался. Думаю, что ты на... Ты чё, правда строгать тут собралась? Глава, ты чё позоришься, царевна курица? Это зачем ты делаешь вот эти дю... Ты думаешь, это красиво, что ли? Хватит костями ты грейный цуковой набор впадить. Ничего не понимаешь. Это танец. Танец, умирающий от любви лебеди. Да умри ты уже. Ты чё, сдурела, что ли, а? Прям в копчик. Слушай-ка, люди-то не для того пришли, чтоб смотреть, как ты тут извивасся. Тоже мне волочково-сушёный вариант. Не пойду, кто мой больше на больнице. А в кино пойдёшь? В кино не пойду. Там секса много больше, чем на экране. И ты тоже чокнутая. Товарищи, ещё один вопиющий случай расскажу. Недавно. Айда, говорит, сегодня в кино. На фильм ужасов. Как уж он называется? Мёртвые мертвецы. И главное дело, свет потушили, и уже заставка началась. Колумбия Питчест представляет фильм Джона Джей-Джея-младшего «Цветок. Убийца. Часть но рая. Ужас в кинотеатре». И тут эта цветочка зашла в зал и пошла перед экраном с двумя вёдрами попкорна сладкого. И так делал. Свет включили, все подумали, фильм уже начался. Причёски и Дэ, не плотские тебе. Я в темноте заблудилась. А сейчас, говорит, заблудилась. Представь, только сидите, правда, ходите. Реально и пошла. И ножку подволакивает и похоже. Ты, гляди, что показывать начала, а? Ну, хватит, а? Хватит! Хватит – это надпись на китайском роддоме. Хватит! Ты всё врёшь. Ведь всё не так было. Конечно, не так было. Ещё страшней. И главное, ладно бы, просто прошла. Нет, она попёрла через ряды, лезть и орёт. А изо рта зубы вывалят туда. Ты чё правда дура чёкнутый, что ли? Это попкорн. Сери, тебе её уедать сразу, панька началась. Зато мы кино одни смотрели, и никто над духом не чавкал. Тебе никто, а ты мне так попкорном своим чавкала, еще поплевала, хоть пухает, подумал, что она плюет. Ты что плевал-то? Это что, семечки, что ли? Там нет кожурков, все, едят в нем. Я метко плююсь. Пораз даже стукнуть хотелось. А что не стукнуло? Шалком, тебе и так природа-то дохнула. Что модный был в системе, все включено, ландклюзист. Что ты ворчишь, а? Ну что ты ворчишь-то? Ворчит, ворчит. Бабы всегда ворчат, когда у них мужика-то нет. Я в поиске. Женщина, я вам так вот скажу, сейчас хорошего мужчину можно на попсовых концертах встретить. Вот поэтому женщина туда косяками и прут. Сама виновата, не убежайся потом, в прошлую субботу. Айда, говорит, сходим на концерт. Я говорю, на кого? Ну, айда, придешь, увидишь, приходим. На Стаса Михайловна. И чего? Я женщина за 40. Здравствуйте. Бери, не хочу. Не надо. Я разведенка. Я люблю Стасик. Привет, Стасик. Приличный человек. Пел перс, никого не трогал, пока не указался в опасной близости. Эта ж занутая фанатка. Прыг к нему на шее и повисла, как паночка. А Стас Михайлов поет. Отпусти, отпусти. Слышь, старуха. Не кусай, не кусай меня в ухо. Ты с груди моей. Зачем? Рванула шерсть и клок. Не кричи, не кричи громко. Стасик, ты меня забери хоть на часик. Вот и будет у старушки клевый мужичок. Качок. Ты, товарищи, перед керцом неудобно. Полиция вывела с ОМОНом. Это вот, ладно, наручники не надели. Брыкалась, как овца. А ты знаешь, сколько билеты стоят? Угу. Как за такие деньги до шерсти клок не вырвать? Кто молодец? Я молодец. Стасик. Насморк прошел. Это что за вещь такая, а? Это мне повезло. Это я на сувенир. Продай. Чего продать тебе? Вещь решится. Тебя денег не хватит. Хватит. Сколько тебе стоит? Иди в банк сходи. Еще раз кредит возьми. Подкалываешь? Ты за билет-то выплатила? Выплатила. Ты позор взрослой женщины. Я шоколадный зайчик. Я маленький. Ты на себя погляди. Чего? Да ничего. Нет, чего? Да не буду я молчать. Ну-ка. Товарищи, пошли мы как-то с ней в театр кошек под управлением Куклачева. Я тебя просила никому эту историю не рассказывать. А зачем ты представление сорвала? Ничего я не срывала. Срывала. Сначала юбку сорвала, потом представление. Невиноватый я, он сам лопнул. Товарищи, у меня знаете, что случилось? Это вообще ужас. Пузырек с валерьянкой в кармане лопнул и по ногам потекал. Кто тебя чокнул? Ты надоумил-то в кошачий диадр. Валерьянку прийти. Я всегда с тобой ношу. Тебя ж он не верю, я ее пью. Он разбился в левый носочек, протек и воняет. А эти бросились, их 200 штук. Товарищи, артисты театра Куклачева, как учуяли валерьянку-то, набросились на Матрену и давай ее все облизывать. Эта чокнутая запрыгнула на занос. Тут нету, там занос была. Она запрыгнула и полезла наверх. Кошаки за ней лезут, орут. Смотри, он как их тапком отбивается, орет. Зрители орут. Куклачев выбежал, орет. Господи! Это он ей под юбку заглядывал. Глянул сверху, матушки. Глянул сверху, батюшки. Еле котов от нее оттащили. Мать, знаешь, что подумала сейчас? А вот ежели коту приклеить на лапу наждачную бумагу... Зачем? Он ведь будет тогда не только умываться, но и брить. Что делать? Да не расстраивайся ты. Я знаешь, что придумала? Мы с тобой в следующий раз на футбол пойдем. Зачем? Так ты в кармане бутылку водки раздави. Зачем? Чтоб мужики на тебя так же набросить. Ты с вами с ним. Убедешь и счастье свое найдешь. Не глупая женщина, не мужика счастье. А в чем? В том, чтоб тебе комфортно было ходить куда хочешь, делать что хочешь. Одним словом, чтоб тебе просто было хорошо. А когда мне хорошо? Когда зрители над тобой смеются и мне хлопают. Развлечений, жас так много. Выборчусь и слава богу. Цирк, театр, кино, музеи и балет. Если вы собрались, братцы, отдохнуть и посмеяться, приходите к двум подружкам на концерт. Мы для вас сыграем и споем, и даже спляшем. Бросить и от смеха пару лишних килограмм. Здесь для грусти нет причины. Эй, красивые мужчины, подходите, я вам всем автограф дам. В виде срок выступать мы обожаем. И сегодня вам желаем, чтобы у вас от смеха лопнул ваш бубок. Мстислав Ростропович был очень остроумным человеком. Когда это была пресс-конференция, и одна журналистка сказала ему, Мстислав Леопольдович, вот вы всюду говорите, что вы русский, а на самом-то деле вы родились в Баку, значит, вы азербайджанец. Ростропович ответил, «А если бы я родился в Антарктиде, я, значит, был бы пингвином?» У нас тоже один артист, родом из Баку. Когда-то он молодым человеком, приехав в Москву на конкурс артистов эстрады, вел этот конкурс еще один, остроумный человек Борис Брунов, и он сказал нашему артисту, «Сегодня решается твоя судьба. Либо ты станешь лауреатом конкурса, либо останешься навсегда армянином». Карен остался армянином, стал лауреатом конкурса, а теперь еще и заслуженным артистом России. Карен Аванесян. Я часто думаю, почему меня женщины так любят. И только недавно понял, потому что красивый. Это у меня не отнимешь. Стан! Как у горного козла. Глаза. Как бездонная пропасть. Нос. Кому не видно, сядьте ближе. У меня такой нос, что его даже со спины видно. Вот я когда в зеркало смотрю, особенно в профиль, всегда, я говорю, «Вах!» А он мне оттуда отвечает, «Полностью с тобой согласен. Что есть, то есть. Истинный красавец». Вот иной раз на улице на женщину какую-нибудь посмотрю, у нее мороз по коже. Даже если с мужем идет, не дай бог ей на три метра от него оторваться. Моя. На два еще ничего, еще успеет ее за рукав схватить. На три, все, вещи бросит и бежит. Я помню, как-то с другом одним идем, я говорю, смотри, смотри, девочка идет, смотри, видишь, влюбилась в меня, улыбается. Он говорит, это она еще сдерживается. Я когда тебя первый раз увидел, вообще чуть со смеху не сдох. Ну, они так говорят, потому что завидуют. Мало того, что я красивый, у меня еще и характер замечательный. Я, я не конфликтный. Вот как-то в такси еду, водителю говорю, «Брат, поехали сперва, говорю, на базар? А потом на вокзал». Водитель говорит, «Базара нет». Я говорю, «Ну, нет, так нет». Тогда поехали сразу на вокзал. Вот именно поэтому женщины меня обожают. Один раз со мной повстречаются, все, травма на всю жизнь. С одной только один раз виделись. Один раз. В лифте. На следующий день замуж вышла. Нет, не за меня. Один мужик ее три года уговаривал стать женой, она не соглашалась. Как меня увидела, сразу за него замуж вышла. Я не обижаюсь, я понимаю ее. С ним как-то спокойнее. Семья, хозяйство, дети. «А со мной все время мучайся». «Уведут меня?» «Не уведут?» Я даже сам иногда утром просыпаюсь, думаю, «Слушай, интересно, уведут меня сегодня или не уведут?» И что интересно, она с ним живет, обо мне думает. Я как-то ее повстречал на улице, я говорю, «Ну как?» Я говорю, «Помнишь?» Она говорит, «Жизни не забуду такое чудо». «О, чудо, не про каждого такое скажешь. Она ради меня готова была с жизнью расстаться». Да, так и сказала. «Чем за тебя замуж выйти, я лучше в реку брошусь». Или такой случай был, как-то с одной познакомился, штангистка, нецелованная. Пару слов сказал, смотрю, она вся размякла, «Дай, думаю, поцелую, а? Когда еще ей такое счастье будет?» Поцеловал ее, она вся задрожала, схватила меня в объятия, прижала к себе, потом вот так подняла меня вверх, и мы с ней полетели на крыльях любви. Ну, вернее, полетел я один. Раму головой разбил и лечу дальше. Она даже в больницу не пришла. Боялась попасть в омут любви. Ну, трудно нам, трудно красивым мужчинам, но выживаем как можем. Я помню, как-то на море в Сочи с одной познакомился, ну, она была, как это сказать, в цели. Ну, я бы даже сказал, в очень большом цели. Ну, если честно, как четыре я. Она мне говорит, я тебя прошу, милый, сфотографируй меня только в таком ракурсе, чтобы я не казалась полненькой. Я говорю, знаю я такой ракурс. Зайди в море до подбородка. Ну, правда, нам потом с ней пришлось расстаться. Она меня застукала с одной женщиной, другой бы растерялся, а я нет. Я говорю, Люба, мамой клянусь, веришь мне, вот пока эта блондинка надо мной в постели издевалась, я думал только о тебе. И тут дело даже не в моей красоте. Разговор поддержать могу. Ну, вот с юмором у меня все нормально. Как-то в парке с одной женщиной познакомился. Я говорю, простите, а как вас зовут? Она говорит, Роза. Я говорю, о, а где вы работаете? Она говорит, в банке. Я говорю, как это романтично. Роза в банке. Я говорю, вы такая красивая, такая очаровательная, такая веселая, прикольная. Она говорит, не надо, я знаю вы это специально. Говорите, чтобы потом меня соблазнить. Я говорю, вау, да вы к тому же еще и умная. Целый мысль за ней ухаживал, дарил ей подарки. Потом говорю, Роза Джан, аромат моей души, дорогая, с тех пор, как я с тобой встречаюсь, я ни пить не могу, ни курить не могу и даже кушать не могу. Она говорит, ты так сильно меня полюбил? Я говорю, нет, просто на все это у меня уже денег не хватает. А недавно она мне отходит, говорит, я слышал в некоторых африканских племенах есть такой обычай, мужья продают своих жен другим мужчинам. Ты смог бы меня продать. Я говорю, я тебя никогда я бы тебя подарил. Вот вы смеетесь, да. А у меня недавно это случилось. Да, я женился, и мой друг мне сказал, запомни, сегодня самый счастливый день в твоей жизни. Я говорю, а почему сегодня? Ведь свадьба завтра. Он говорит, вот именно. Вы знаете, говорят, когда человек встречает любимую женщину, у него праздник каждый день. Ты меня любишь, спросила она. Я говорю, конечно, люблю. Она говорит, тогда скажи это громко, чтобы весь мир услышал. Я подошел к ней, обнял ее и сказал на ухо, я тебя люблю. Она говорит, а почему так тихо? Почему не на весь мир? Я говорю, потому что весь мир для меня это ты одна. Моя любимая и красивая. Великий Достоевский сказал, красота спасет мир. А Леон Измайлов, наш любимый писатель, добавил, а юмор этот мир украсит. И пусть будет больше на земле людей веселых и красивых, как мы с вами. Правда? Заслуженный артист России Карен Аванесян. Были когда-то в нашей стране два писателя-юмориста, очень талантливые люди были Дыховичной и Слободской. Такая пара. Они писали много артистам, репертуар писали артистам, номера разные, писали киносценарии, писали пьесы. В Театре Сатири с большим успехом шла пьеса Лев Гурыч Синичкин. Сегодняшний наш автор, по-моему, не уступает Дыховичному и Слободскому. Он тоже пишет номера разным артистам. Он написал где-то около 50 программ, а может быть даже и больше, Кривого зеркала. Он получил первую премию на конкурсе комедии в том же самом Театре Сатиры. И также пишет киносценарии. Он написал где-то 200 сценариев киножурнала Яролаш. Конечно, маленькое, но все-таки кино. Итак, встречайте его Алексей Щеглов. Между женщинами и мужчинами идет извечный спор. Кто главнее, кто умнее, кто лучше. Я могу с уверенностью сказать, что женщины превосходят мужчин во всем. Ну вот смотрите, женщина может себе нарастить все, что угодно. Ногти, ресницы, волосы. Мужчина может себе нарастить только печень. У женщины на губах яркая помада она богиня. У мужчины вот такой кусочек помады на воротнике он труп. У женщины на глазах тени она красавица. У мужика под глазами тени он с будуна. У женщины в шкафу песец она королева. У мужика в шкафу женщина ему песец. Во всем они нас лучше. Если женщина заплакала, потом засмеялась, поцеловала, укусила, похихикала это типа изюминка. Если мужик заплакал, засмеялся, полез целоваться, укусил, похихикал это белочка. Единственное в чем мужчина может соперничать с женщиной это в красоте. Чтобы быть красивой женщина будет долго делать прическу, макияж, надевать платье, бриллианты. Мужчина лысый, пузатый, кривоногий достал пухлый бумажник и уже красавец. Женщины сильнее мужчин. Женщина может упасть в обморок только при виде мыши. А чтобы мужчина упал в обморок, достаточно всего двух слов. Я беременна. Ни один мужчина не может отказать красивой женщине. А женщина может отказать любому мужчине. Девушка звонит подруге, говорит, представляешь, этот гад предложил мне переспать с ним за новый смартфон. Я в шоке от такой наглости. Какой нахал, подлец. Да за кого он меня принимает? Слушай, я тебе перезвоню, сейчас только сим-карту переставлю. Кстати, мужики, хотите, открою секрет, как сделать так, чтобы ни одна женщина не отказала? Внимание! Если хочешь, чтобы ни одна женщина не отказала, не предлагай. Женщины намного общительнее мужчин. Женщины любят поговорить, а мужчинам приходится их слушать. Ученые подсчитали, чтобы выслушать женщину, надо уделить ей всего 60 минут в час, но всего один раз в день, с утра до вечера. У одного мужика жена целыми днями болтала, 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 болтала. Мужик не выдержал, говорит, все, не могу я больше, достала ты меня, лучше в тюрьму, чем с тобой жить. Пошел и ограбил магазин. Суд дал ему три года домашнего ареста. Вы удивитесь, но женщины лучше водят машину. Одна женщина сдавала на права, едет скорость 100, инструктор молчит, 120, 150, инструктор молчит, 170, резкий поворот, машину заносит, она едва не сносит столб. Инструктор молчит, женщина думает, надо же, как я хорошо вожу, ни одного замечания. Обернулась, а инструктор в обмороке лежит. Поэтому, если женщина за рулем, не надо говорить ей, куда ты едешь, зачем ты сюда повернула, тормози. Сидя рядом с женщиной, которая ведет машину, вы должны говорить только одно, тихо-тихо, отче наш, иже иси на небеси. Женщины лучше мужчин. Женщина качественно преобразует все, что ты ей даешь. дашь ей овощи, получишь борщ, дашь ей любовь, получишь ребенка, дашь ей швабру, получишь чистую квартиру, не дашь ей зарплату, просто получишь. Кстати, а получить от женщины мужчина может по любому поводу. Мужик встретил друга. Привет, а что у тебя с глазом, откуда фингал? Тот говорит, да вчера вечером Ленку провожал. У подъезда мужик подбегает, ну чистый гопник, говорит, есть закурить, ну я сразу ему ногой под дых и кулаком в челюсть. Ну а фингал то у тебя откуда? А фингал от Ленки. Откуда я знал, что это был ее отец? Женщины намного умнее мужчин. Возьмите любой сериал на нашем телевидении, заставьте его смотреть мужчину и женщину. Спросите мужчину о чем сериал? Он скажет, про любовь. Спросите женщину о чем сериал? Она скажет, смотри, Анна влюблена в Николая, Николай любит Ларису, а у Ларисы роман с Ильей. Илья любит Оксану, Оксана без ума от Федора, а Федор обожает Анну, который тоже любит Федору, но не так, как Николая. Николай любит Оксану как сестру, сестра Оксаны любит Григория как брата у брата Григория роман с сестрой Анны, которая является дочерью Ильи и Оксаны, потому что сын брата жены Григория это отец сестры мужа Анны от первого брака. Конец первой серии. Да что там говорить, женщинам и живется проще. Мужчина всегда вынужден отвечать за свои поступки. А женщина может творить любые глупости, ей все прощается, особенно если она блондинка. Одна блондинка говорит мужу, милый, эти таблетки от комаров не помогают. Ну как не помогают? Ну я на ночь три таблетки выпила, меня все равно покусали. Другая блондинка пришла в гости к одинокому мужчине, решила сделать ему сюрприз. Напекла пирожков. Мужик укусил пирожок, говорит, милая, а ты пирожки с чем пекла? Ну как с чем? С мукой. Но у меня дома нет муки. Ну как нет? Вон в коридоре целый мешок стоит. Глупая, это цемент. Я вам больше скажу, женщины намного логичнее мужчин. Просто мужчины не в силах понять женскую логику. А на самом деле женская логика отличается от мужской логики тем, что в женской логике отсутствует логика с точки зрения мужской логики. Сейчас объясню. Женщина говорит мужчине, приходи завтра, дома никого не будет. Мужик пришел, а дома никого нет. Ну логично же, она же ему так и сказала. Супруги ссорятся, жена кричит в ярости, да пошел ты на 36 букв. Муж остолбенев, на 36 букв, это куда интересно? Жена, она те же три буквы, но 12 раз. Муж завтра позови электрика. Жена и в комнате розетка искрит. Муж завтра позови электрика. Жена и еще ты обещал ночь любви. Муж не сейчас. Жена ладно спи, завтра позову электрика. Как видите все абсолютно логично. А вот у мужчин с логикой одни проблемы и примеров этому полно. Женщина звонит мужчине говорит я так по тебе соскучилась. Я стою абсолютно голая жарю картошку. Мужик кричит выезжаю смотри там без меня все не сожри. Но где здесь логика? Девушка говорит парню Максим а у меня родители на дачу уехали. Понимаешь о чем я? Ммм клево помидоров привезут. Ну и наконец история которая показывает мужскую логику во всей красе. Ночью муж пристает к жене. Та отбивается типа голова болит. Муж говорит давай по-бразильски. Заинтригованный жена соглашается. Муж лениво сделал свое дело отвернулся и задремал. Жена говорит э а при чем тут Бразилия? Муж а да забыл ча-ча-ча. В общем мужики не пытайтесь соревноваться с женщинами. Женщину нельзя победить. Ее можно только полюбить.